СИМВОЛ ДИКОГО КОНТИНЕНТА Изменяющимся миром и друг с другом. Вдоль далекой реки в начале сезона бурые медведи ищут обильную пищу. Отважная семья сражается за лосей среди крупнейших медведей мира. В прибрежном влажном лесу древние ветвь черные медведи превратили свою генетическую мутацию в уникальное преимущество. А к северу белые медведи разрабатывают новые стратегии охоты, пока их мир стремительно теплеет. Старый медведь ищет новую добычу, а молодая семья натыкается на голодных медведей. Они – главные хищники этих мест и символ наших последних диких земель. Но эта граница дикого мира меняется, а медведи пройдут через испытания, до сих пор невиданные. Это мир, где в конечном итоге последним выжившим станет не сильный, а храбрый и изобретательный. Как выживают медведи? На полуострове Аляска с наступлением солнцестояния начинается миграция эпических масштабов. Проведя годы в океане, полтора миллиона лососей плывут на континент. Они плывут вверх по реке, навстречу смерти и повинуясь инстинктам. Ориентируясь по запаху, они по определенным ориентирам добираются до места рождения. А там они мечут икру, порождая новое поколение. Но каменистый уступ на реке Брукс блокирует им путь. Для истощенных лососей это величайшая преграда. Усевшись на уступ, везучий бурый медведь за день может поймать 30 лососей. По своей природе медведи-одиночки. Они агрессивно защищают большие территории. Но слухи расходятся быстро. Вскоре вдоль этой реки могут собраться вплоть до 80 медведей. Для них рыбалка – это жизнь. За шесть месяцев им нужно съесть объем пищи, с помощью которого они протянут еще полгода без еды. Сотни тысяч рыб пробиваются через пороги. Это явление привлекает одну из самых крупных популяций медведей в мире. В драку ввязывается мужественная самка. Она немедленно отступает на край реки, прочь от крупных самцов. И не зря. С ней три ее медвежонка. Они будут с ней более двух лет. Будут учиться ловить рыбу и выживать. Чаще всего рождаются двойни. А особо выносливые воспитывают троих. Мужественная самка охотится здесь, среди крупнейших самцов. Они – непосредственная угроза ее молодой семье. Каждый день в этой игре с большими ставками она должна взвешивать с одной стороны риски, с другой стороны вознаграждение. Пока бурые медведи пируют, на берегу собираются другие виды. Они вынуждены быть вместе из-за тающего льда, а не из-за лососей на нересте. Это ежегодный ритуал в Гудзоновом заливе. Белые медведи должны проводить четыре месяца на суше. У них нет доступа к тюленям, их основному источнику пищи. Эта молодая семья настроена выжить. Но это не ее среда. В теплеющей Арктике ей сейчас придется ждать дополнительные четыре недели, пока не установится лед. Страдают даже крупные самцы, вроде судьи. Каждый день на суше он теряет более 900 граммов жира. У белых медведей в жизни нет равновесия. Кольчатые нерпы – их излюбленная добыча. Арктическая весна – это пик их охоты. Эти медведи потеряют 80% своего питания в период с марта по июнь. Впереди месяц солишений. Но пока они усиленно набирают вес. по сути, они такие толстые, что плавают на поверхности. В летнюю жару судья и другой крупный самец находят немного времени, чтобы поколошматить друг друга. Эти медведи будут часами бороться в воде. Сейчас время, когда им стоило бы сохранить энергию. Вместо этого они сражаются до изнеможения. Без видимых причин. Просто для удовольствия. Но не каждый медведь согласен ждать. Эта самка работает в арктическом потоке. она в поисках арктического гольца, северного родственника лосося. У нее нет 10-сантиметрового слоя жира, как у судьи. Но она борется за выживание в теплеющем климате. Рыбалка – это способ адаптации, который недавно обнаружили ученые. Стремительный ответ изменяющемуся миру. СМЕХ Наверное, самый успешный вид – американский чёрный медведь. Они выживают почти в любой среде обитания. От горной местности до континентальных низменностей. Эксперты в умении занять свою нишу – специалисты по возможностям, адаптирующиеся к любой ситуации. За исключением, наверное, присутствия других медведей. Самый малый из трёх видов – чёрный медведь наполовину меньше взрослого бурого медведя. Но в канадских великих медвежьих влажных лесах на ряде отдалённых островов доминирует древняя популяция чёрных медведей. Их называют керматские медведи. Они делят лососёво изобилие лишь с орлами и волками. Эти реки оставались довольно закрытыми. Каждая рыбина может обеспечить вплоть до 4500 калорий. Кердамские медведи могут позволить себе быть привередливыми. Они едят лишь самые питательные части лосося – кожу, мозг и икру. Высококалорийная диета обеспечивает их более крупные размеры, чем у сородичей на континенте. Тогда как бурые медведи собираются в группы, чёрные медведи любят уединение. Но есть медведи, которых одарила древняя мутация. И они выглядят, как белые вороны. У этих керматских медведей регрессивный ген. Один из десяти медведей рождается с белым мехом. Они не альбиносы, но такая цветовая причуда столь редка, что в природе их не более двухсот. Они известны как медведи-призраки. В отношении их есть древняя легенда. Создатель сделал каждого десятого медведя белым. Способ отблагодарить эпоху ледников. Эру до появления человека. Один медведь по имени Маа царствует на реке Кваа почти 20 лет. На свежем воздухе конкурируют как чёрные, так и белые медведи. У медведей-призраков получается лучше ловить рыбу. Лососью сложнее увидеть их белый мех, особенно при дневном свете. Они ловят на 10-15% рыбы больше, чем обычные чёрные медведи. По прошествии лет это преимущество приумножается. Маа – это отличный пример доминирования медведя-призрака и их особого места в хрупкой экосистеме. На порогах реки Брукс миграция лосося достигает пика. И каждый день прибывает всё больше и больше медведей. К концу сезона многие из них будут массой по полторы тонны. Крупнейшие самцы выбирают лучшие места для рыбалки. Они просто ждут, пока к ним подплывёт рыба. Другие вынуждены больше шевелиться. Подобное плавание – поиск рыбы под водой. Некоторые медведи бросаются и хватают рыбу, погружаясь в косяки лососей. По-видимому, надеясь на лучшее. Каждый медведь выгрызает себе место на этой оживлённой реке. Сейчас мужественная самка вынуждена наблюдать. На порогах слишком много животных. Обстановка накаляется. Не один, а десяток медведей наблюдают за каждым движением. Это неустойчивое перемирие. Оно базируется на языке тела и тихих звуках. По мере взросления медведи ввязываются в спор за места. За лучшие места очень большая конкуренция. Этот молодой самец раздвигает границы. Он не готов отступить. И когда он переступает красную линию, его ждут последствия. Мужественная самка наблюдает и собирает своё семейство. Они отступают в лес. Они желают отдохнуть и побыть в тишине. В Гудзоновом заливе царит летняя жара. Кусачие насекомые неумолимы. Самые крупные медведи претендуют на лучшие места. Судья застолбил скалистый гребень. Это крайне выгодное место с лёгким доступом к побережью и с океаническим бризом. Ранее считали, что лето – это время ходячей спячки. Может, даже время поста. Сейчас полагают, что медведи активно ищут калории. Ягоды, гусиные яйца, канадские олени и выбросившиеся на берег киты. Но пределом для медведей является открытая вода. Лето – время, когда жируют киты и тюлени. Около 50 тысяч китов-белух проводят лето в Гудзоновом заливе. Они в поисках тёплых вод из устьев рек. Здесь с них сходит зимняя кожа. Они пируют за счёт рыбных стай и воспитывают молодняк. Относительно беззаботное существование. Однако судья всё изменит. Поймав волну, он направляется к стае. Киты гораздо быстрее и подвижнее, чем он. Ему нужна стратегия. Предвидя их действия, судья сокращает дистанцию. И в нужный момент он бросается. Может, он будет пытаться ранить детёныша и вытащить его, пока вода отошла. Но сейчас старому медведю приходится ждать и попробовать ещё раз. Завтра. Не все охоты заканчиваются промахами. Туша на берегу привлекла внимание нескольких медведей, включая судью. Белые медведи делятся едой. Доминирующие самцы позволяют более мелким медведям пировать рядом с ними. До тех пор, пока демонстрируется надлежащее уважение. Решительная самка плывёт вместе со своими медвежатами к берегу. Детёныши, которым меньше полугода, выживут и станут взрослыми. Она хорошо осведомлена об опасности, но готова пойти на риск. Решительная самка направляется к туше. Как и группа медведей. Её храбрость окупается. Что же касается судьи, его терпению есть предел. Вскоре он возвращается в океан, чтобы наслаждаться своей едой. В одиночестве. На севере всё чаще появляются туши китов. А медведи летом активно охотятся на белух. Это ещё одна адаптация, которую фиксируют лишь последние несколько лет. Адаптация, которая пришлась к стать этому старому медведю. В Великом Медвежьем влажном лесу за своими владениями наблюдает ещё один староста. Появление маа, как символ надежды всей экосистемы. Это морская среда, которая простирается на 6 миллионов 400 тысяч гектаров. Медведи-призраки, которых раньше ценили как трофей, сейчас являются защитниками крупнейшего в мире влажного леса умеренной зоны. Это жизненно важная среда обитания для малого полосатика, морских львов и косатки. Спокойное поведение маа позволило людям прийти сюда. На протяжении столетий медведи-призраки приспособились к жизнью океана. Лишь недавно за ними последовали другие виды. В Великом Медвежьем влажном лесу процветают прибрежные волки. Они охотятся не только на олени на острове, но также питаются лососем и моллюсками. Как и маа, они не слишком боятся людей. Их основные конкуренты – медведи и косатки. На этой земле света и тени – люди ещё в диковинку. Мужественная самка перевела свою семью вниз по реке. Здесь безопаснее. Эта часть реки населена молодыми медведями и семьями. Другая семья застолбила за собой тихий изгиб реки. Её молодняк наблюдает с безопасной высоты деревьев. Они изучают её движение и ждут следующую трапезу. Когда она возвращается на берег, её медвежата сползают к ней. На реке Брукс повышенная смертность медвежат. Только один из трёх переживёт первый год жизни. Крупные самцы, жёсткая конкуренция и пороги с пенящейся водой – это опасное место для семейной жизни. Пока тихая семья ест, к мужественной самке тоже пришёл успех. Но она знает, что лучшая рыбалка на водопадах, и она недовольствуется ролью наблюдателя. Мужественная самка набирается решимости и ведёт своих медвежат вверх по реке. Эти медведи уже в два раза крупнее и могут справиться с незваными гостями с помощью смертельной силы. Это лотерея, но она готова попробовать. Вот здесь лучшие места для рыбалки. Она хочет, чтобы у её детёныши были все преимущества. При их появлении все оживляются. Яркое напоминание о том, как много стоит на кону. Она осторожно продвигается вперёд и бросается в эпицентр событий. Она хватает рыбину в метрах от порогов. Медвежата к ней присоединяются немного ниже. Она с ними делится. Медвежата едят быстро. Появляется больше медведей. Но вскоре путь к отступлению отрезан. Из тени великого медвежьего влажного леса появляется ещё один медведь-призрак. Воительница. Уверенная в себе доминирующая медведица. Но она готова бросить вызов Маа. Она медленно подходит и делает свой ход на языке медведей. Она выгибает дугой спину, пытаясь напугать престарелого матриарха. Голова опущена. Она делает первый шаг. Ноги напряжены для атаки. Маа пока держит свои позиции. Её полномочия вскоре перейдут к воительнице. Но она пока не готова их передать. Это маленький ход в долгой шахматной партии. Очень вероятно, что она потомок Маа и достигла половозрелого возраста. Вскоре воительница передаст свои особые гены маленьким медвежатам. Медведи-призраки с большой вероятностью будут спариваться с белыми медведями. Эта эволюция в реальном времени увеличивает их число и укрепляет их генетические преимущества. Вдоль Гудзонова залива ситуация накаляется. Молодой самец поймал жертву. Этот факт вскоре привлекает внимание других медведей. Летом тюлени немного. Для поимки добычи медведь рассчитывает на удачу и отлив. Белые медведи могут унюхать добычу на расстоянии до 25 километров, а один тюлень может обеспечить недельную норму калорий. Охотник отгоняет нежеланного гостя. Но все больше медведи чуют запах добычи. Вскоре на горизонте появляется судья и медведь отступает. Но незваный гость тоже вернулся за добычей. Присутствие судьи отпугивает двух молодых медведей. Это не игра. Каждый молодой медведь борется за калории. Ставки резко растут. Появляется еще один. Его привлекает запах жертвы. Наконец вмешивается судья. Он приходит и просто забирает то, что сейчас принадлежит ему. В меняющейся Арктике размер все еще имеет значение. С его приходом битва заканчивается. Охотник и незваный гость вместе уходят. Усвоен неприятный урок. В погоне за лучшей рыбой мужественная самка сейчас в самом сердце водопадов. Эту дерзкую молодую семью окружают самые большие медведи в мире. Демонстрация слабости не входит в число вариантов. Наконец, молодой самец осмеливается. Она отвечает под силой. Она выступила против более крупного медведя, защищая свою территорию. Медвежата, как и всегда, наблюдают и учатся. мужественная самка возвращается к молодняку. Она уводит их в безопасное место. Она уже готовится к следующему броску к водопадам. И еще урок для молодой семьи. С каждым днем ее медвежата становятся все более дерзкими. Они учатся материнской храбрости и изобретательности. Вниз по реке они оттачивают методы рыбалки, усвоенные на порогах. Может, даже повторяя некоторые мамины движения. У всех медведей есть ритуал драки по наружку. С самых первых дней они вступают в отношения, проверяют границы друг друга и борются за доминирование. Эти медвежата накануне ключевого периода их жизни. мужественная самка в конце концов их выпроводит, так как она готовится к спариванию и созданию новой семьи. Но она преподала им ценные уроки. В свое время они тоже займут свои места на порогах. Лидеры молодого поколения. Лидеры Пока мужественная самка и маа готовятся к спячке, решительная самка ведет свою семью к побережью Гудзонова залива. Холод сигнализирует о начале ее охотничьего сезона. Их путешествие только начинается. В спячку впадают лишь беременные самки, остальные должны охотиться всю суровую зиму. Этот вид адаптации особо выделяется среди трех видов медведей. К ноябрю быстро формируется лед. За недели, в течение которых залив замерзает, через эту зону проходят свыше 150 медведей. Юные медведи и самки первые приходят на берег. Их притягивает кромка льда. В течение короткого времени в начале сезона можно добыть тюленя. И те столь необходимые калории. Вскоре лед станет слишком толстым, и охотиться станет гораздо труднее. Решительная самка будет вынуждена играть в шахматы, сторожить у водных окон, из которых тюлени высовываются подышать, и надеяться на удачу. Они обходят берег, прежде чем уступят его крупным самцам, вроде судьи. Решительной самке нужно добраться до льда и найти тюленей. Каждые несколько часов она кормит детенышей. Им нужно невероятное количество калорий. Время, когда появится сплошной лёд, предсказать сложно. Этот момент может настать на 3-4 недели позже, чем обычно. Тюлень в начале сезона для неё гораздо важнее, чем для гиганта вроде судьи. А сейчас она должна убегать от шайки голодных медведей. Она пришла на берег, а там уже немало посетителей. Судья и другие крупные медведи уже зарезервировали для себя лучший пляж. Они таращатся друг на друга. Каждый из них по размеру в два раза больше молодой матери. Каждую осень самцы сбиваются в группы на несколько недель и борются. Эти бои понарошку могут установить жизненно важную иерархию в период жизни на льду. К весне они будут сражаться за партнёрш. Их бои приведут к серьёзным ранениям, а порой даже к смерти. А сейчас никто серьёзно не пострадал. Но всё равно это устрашающее зрелище. У решительной самки трудное положение. Битва гигантов блокирует ей путь ко льду. Она отступает к скалам и находит там зону комфорта. Решительная самка не готова уступить. Ей нужно как можно скорее начать охоту. Но два крупных медведя продолжают бороться. Они устали. Но ни один не собирается уступать. Ей нужно кормить семью. Крупные самцы могут выжить без пищи год. Но кормящей матери нужна еда, чтобы производить молоко. Медведь и медведица оба доминируют. По-своему сталкиваясь с вызовами меняющегося мира. Их мир меняется гораздо быстрее, чем мир других видов животных. А их воля к жизни будет подвергнута серьёзным испытаниям, ранее невиданным. Медведи живут в мире, где все вызовы принимают в лицо. Это мир, где они должны адаптироваться к новым возможностям. Воительница передаст ген, который, возможно, спасёт её вид. Мужественная самка вырастет в доминантных и смелых медведей. А решительная самка будет бороться с меняющимся миром. Все медведи Северной Америки уже демонстрируют, как они могут адаптироваться к изменениям. Они демонстрируют изобретательность, которая поможет им удержаться на вершине пищевой цепочки и обеспечит им место среди выживших. Программа к показу подготовлена компанией SDI Media в 2019 году. Перевод Владимира Зиньковича. Текст читал Владислав Букин. Текст читал Владимира Зиньковича. Текст читал Владимира Зиньковича.